Слава Богу 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 обетования, и происходит чудо. Это то, о чем говорит. Когда ты что-то видишь, это уже не есть вера. Потому что это то, что уже явно. Но вера это то, когда ты осмысливаешь Бога, и происходит вот эта уверенность внутри тебя. Ты не видишь, но ты уже знаешь, что это правда. Давайте мы помолимся и прославим такого Бога. Аминь. Ему имя чудный, Ему имя чудный, Вечный и святой. В день, Великий судный, В день, Великий судный, Будет Он судьей. В день, Великий судный, В день, Великий судный, И будет он судьем. Ему имя славный, Ему имя славный, Образ божества, Царь небес державный, Царь небес державный, Ангелом плава. Царь небес державный, Царь небес державный, Ангелом плава. Ему имя слава, Ему имя слава, Слава вечный Бог, Без его покрова, Без его покрова, Мир выжить неслов. Без его покрова, Без его покрова, Мир выжить неслов. Ему имя верный, Ему имя верный, Божь, мудрец, пророк, Он в любви безмерной, Он в любви безмерной нас из тьми извлёк. К нему имя нежный, К нему имя нежный, Океан безбрежный, Океан безбрежный, Милость и отрак. Океан безбрежный, Океан безбрежный, Милость и отрак. Ему имя чудный, Ему имя чудный, Вечный и святой, День великий судный, День великий судный, Будет он судьём. Дорога церковь, брати и сестры, Я вас всіх вітаю. Слава Иисусу! Слава Богу! Добре бачите наших друзей, Которые нас отведают. Знаете, час навколо нас, Він швидко бежит. Не впинно бежит. И знаете, таке відчуття, Вражение, что прокидаешься В понеделок зранку, Справы, масса подій, Проблемы всякие. И так, тиждень пролетев, Как один день, И ты уже засыпаешь в суботу вечером. И перед сном, Я так буквально пару днём, Прошлой ночи, Роздумывал над тем, Как прошла неделя. И знаете, Згадываешь моменты, Где ты кого-то обидел, Кого-то образил, Десь нагрешил, Десь поспешил, Десь не почекал. И такий груст, Такий тягар на тобі. И ты думаешь, Боже, как хорошо, что ты есть. Как хорошо, что завтра неделя, И я пройду, И тебе это все отдам. Я знаю, что ты Иисус, Ты прощаешь Иисус, Ты забираешь от меня Митяга, И ты мне даешь силу Надалі, На наступную неделю. И этот процесс, И так иду надалі. И мы знаем, Что одного дня мы придем в небо, Где не будет больше времени, Где не будет больше проблем, Випробований, Где мы будем вечно З нашим Иисусом. Слава Ему за это. И поэтому сьогодні Спивайся все разом. Величаймо того, Кто достоин слави, Величаймо того, Кто створил нас И в руці И тримає все світ. Слава Ему за это. Слава Ему за это. Хвалите, хвалите Бога небес, Хвалите, хвалите Бога небес, Хвалите, хвалите, хвалите Бога небес, Хвалите, 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 хвалите Бога небес, хвалите всех, в том дыхание есть, хвалите Он наш тварец. Аллилуйя, 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 Богу хвала, Богу хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Хвалите, хвалите Бога небес, хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите всех, в том дыхание есть, хвалите, Он наш корец. Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. 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 Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала. Иисус, Господи, Боже, нам потребен Ти, Иисус. Нам потребна Слово Твое, Господи Боже, для исцелення, Господи Боже. Для Господи того, щоб нам идти дальше, Господи. Наповни, Господи, нас Духом Твоим, Святым, Господи. Наповни нас лично, Господи, каждого, Иисус. Мы поконяемся Тоби, Господи, мы увеличиваем Тебе в самолетнюю Бога. Мы просим, Господи, говори сегодня до нас, Иисус. Господи, выявляй нам волю Твою, Иисус, чтобы нам служить Тобе, Господи, во все дни нашего жизни. Будьте с нами, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо Богу! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это им показать по-настоящему, что по-настоящему есть ценно у них. И Моисей говорит, или Бог говорит через Моисея для народа, говорит, если вы им дадите заповеди и научите их ходить по этих заповедях, то ничто их не остановит. Никакая земля, никакие враги, никакие проблемы, никакие эпидемии не остановят вас, если вы будете ходить с Богом. Друзья, сегодня наша молитва, конечно, будем молиться и за родителей. Из-за этих младенцев, чтобы Бог, чтобы заповеди, которые мы читаем в этом Писании, стали самыми главными в их жизни. Да, мы не знаем, мы не можем сказать, каким будет наше будущее. Мы не знаем, какая партия будет управлять после следующих выборов. Мы этого ничего не знаем. Но мы знаем одно. Если Бог будет с нами, и мы верим, что эти обетования, они правдивы. Если Он будет с нами, у нас есть надежда. У этих детей есть хорошее будущее, если Бог будет в их жизни. Поэтому мы за это как раз и будем молиться. Правда? Чтобы Бог был центром этих семей, чтобы Бог был центром этих детей, когда они будут подрастать, когда они будут слушать первые истории библейские, чтобы они это полюбили, чтобы они решили в своем сердце. Я хочу следовать тому, чего меня учат. Поэтому давайте мы поднимемся, друзья, будем молиться. Служители, выйдите сюда. Я пастору передаю микрофон. Мы возьмем этих младенцев и будем молиться. Друзья, в то время, когда служители берут этих малышей, давайте помолимся как за своего ребенка. Мы не знаем, какой будет Америка. В начале этого года мы не знали, каким будет этот год. Мы еще не знаем, какие будут еще пандемии. Дай Бог, чтобы это было последнее. Но Библия говорит, в последнее время умножатся болезни. Библия говорит, в последнее время увеличатся беззаконие. Но так бы хотелось бы, чтобы все эти детки, девочки и мальчики, чтобы их жизнь продлилась или прошла не только в длину, но под охранной защитой, опекой Бога. Когда-то, вот я смотрю, старец Василий Иванович, тоже был когда-то день рождения, тоже, если из детства верующие приносили. Но прошли годы, прошли через много. Прошли через советский режим, прошли через, за слово Господне судили. Но человек остался верный Богу. Мы не знаем, через что придется проходить этим детям. Но давайте помолимся так, чтобы Бог услышал на высоте престола своего и сказал, благословляю, 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 чтобы у этих родителей было чем их кормить, чтобы у этих родителей было чем и где им комнатку дать. Но самое главное, чтобы эти родители имели к этим детям ключик. И когда эти детки вырастут, чтобы эти детки остались верны, посвященные Господу Богу Творцу. Мы сейчас будем молиться. Если среди нас есть семья Атаман, Руслан и ваша жена, если есть, они тоже просили принести ребеночка. Да, если вы есть, пожалуйста. Он подъезжает, да. Ну, если он успеет, то будет вместе с нами молиться. Если мы будем благословлять, я попрошу Сережа Витюков. Где есть Сережа Витюков? Подойди, пожалуйста, служитель нашей церкви. Возьми ребеночка. А я спрошу у мамы, как же вы назвали вашего сыночка? Майкл. Красивое имя. Михаил. Михаил, но мы будем молиться за тебя, чтобы ты остался верный Богу. Друзья, давайте мы протянем руки и будем благословлять эту семью. А если папа подойдет, Аша говорит, направьте папу Руслана сюда на сцену. Молимся, друзья. Великий и славен, всемогущий и всесилен. Бог, пред которым мы совершаем эту молитву. Это священный момент, когда церковь твоя молится о своем будущем. Боже, я прошу тебя за этих деток, за четверо этих малышей. Боже, благослови этих деток. Благослови этих мальчиков. Благослови этих девочек. Господи, мы посвящаем этих детей служению Богу живому. Боже, сохрани этих детей от болезни рака, от туберкулеза, от всяких болезней костей, от высокого давления, от болезни Божьей души, духа и тела. Сохрани этих детей, Господи. Да будут эти дети под защитой Божьей крови. Да будут эти дети под защитой Божьей благодати и Божьей милости. Мы провозглашаем Божью охрану. Мы провозглашаем Божью защиту. Божье благословение и обеспечение. Благослови, Господь, благослови, Господь, благослови, Господь во имя Иисуса. Благослови, Господь, каждого отца и каждую жену-маму. Благослови, чтобы они были светом для своих детей, чтобы они были Божьей защитой для своих детей, и чтобы они были такими родителями для детей, как Иосиф с Марией для Иисуса. Благослови, Господь, когда эти детки подрастут и пойдут в школу. Благослови их Божьей мудростью и памятью. Да будут эти дети способны ко всякой науке, как Седрах, Месах и Авдинага. Когда дети вырастут и будут избирать спутника жизни, за кого выйти замуж и на ком жениться. Дай для этих детей богобоязненных мужей и богобоязненных жен. Когда эти дети будут родить своих детей, дай этим детям здоровое поколение и здоровый род. Когда эти дети будут проживать через жизнь, благослови их в бизнесах, благослови их в работах, благослови их в финансах, благослови. Но самое главное, сохрани этих детей до конца своей жизни верными Тебе. И когда жизнь этих детей окончится, Боже, возьми их в Царство Твое, к встретению Тебя за Твой трапезный стол. Благослови эти семьи. И пап, и мам благослови, и деток благослови. Мы, как церковь, мы, как близкие друзья и родственники, мы благословляем этих детей во имя Отца и Сына, и Святого Духа, и все скажем Аминь. Друзья, останьтесь на минуточку. Я знаю, чувствуется, что дети музыкантов и певцов поют на сцене. Дети проповедников и поэтов подают свой голос на сцене. И это радует, это радует. Слава Богу. Когда я слышу в церкви крик ребенка, мне так приятно, я еще раз говорю. Когда я слышу крик ребенка, я говорю, церковь – это не кладбище. Церковь – это не кладбище. Это не гробовая тишина. Церковь – это где слышно голос жениха, невесты, ребенка, молящихся. Поэтому, друзья, вот четыре couples, четыре вашей семьи, мы вас поздравляем. Благословений вам. И хотели бы мы от нашей церкви, у нас есть ответственный за отдел молодых семей, Алекс Царук, твое слово пожелания и, пожалуйста, тебе микрофончик. Не треба. Вы можете все присесть, кроме тех, кто на сцене. Будьте благословенны. Служители, благодарим, что вы послужили, молились. Братья и сестры, да воздаст и вам Господь за вашу молитву. Мы вас поздравляем. Вы можете присесть. И вы люди молодые. Не останавливайтесь. Благословений вам. Сегодня со мной нет переводчика. Лето. И лето дает свое. Кемпы, пикники, выезды. Поэтому я буду говорить только по-русски. Если вам нужен перевод, надеюсь, что у нас есть в наушниках перевод. Если же нет, духовные люди, духом слушайте и понимайте. Хорошо. Сто лет назад наша страна Америка пережила сильное посещение Богом целого нашего континента. Азуза-стрит. Это движение Духа Святого и излияние Духа Святого распространилось за считанные месяцы по всей стране. И буквально за два года в 52 другие страны Америка переживала сильное излияние Божьей славы и Божьей силы. Прошли годы. В 50-е и 60-е годы прошлого столетия Америка пережила еще одно сильное пробуждение. Оно было другим, другую волну имело. Оно не столько было эмоциональным, но оно было более через месседж. Бог поднял в нашей стране помазанного евангелиста по имени Билли Грэм. Он собирал сотни, сотни тысяч людей и говорил простое Евангелие, но это Евангелие пронизывало сердца и дух людей. Американцы сотнями и тысячами обращались к Господу. Но прошли годы. Сегодня у нас 2020 год. То, что сейчас мы видим на нашем континенте, и политиков, и церковь, и взрослых, и малых, ставит в некие непонимание, что происходит. Это не есть атеистическая страна. Это страна, которая знала Господа. Это наше поколение, это поколение, у которых отцы и деды были глубоко верующими людьми. Но со временем что-то происходило. 60-е годы, начало 70-х годов удалили из школ, из высших учебных заведений Библию. Узаканивать начали то, что противозаконно. Молитву удалили точно так же из школ. И сегодня мы видим непричину. Братья и сестры, то, что сегодня происходит в мире и в нашей стране, это не причина. Это результат причины. Это уже плоды. Это уже плоды. И когда я думаю, почему Бог допустил, чтобы пандемия пришла на весь мир, и в том числе на нашу американскую землю. Почему вот эти все погромы? Отчего? Для чего, Боже? Неужели ты не можешь на тормозах придержать? Может. Может, Бог. Но когда я молился об этой ситуации, Дух Святой показал мне шестую главу книги Судей. Мы сегодня с вами будем разбирать на протяжении 30 минут одну только главу. Одну только главу. И вот я хочу, чтобы Бог через свою Библию, через шестую главу книги Судей проговорил сегодня к нам. Мы здесь не собираемся для того, чтобы критиковать Америку, нашу жизнь, нашу власть или то, что происходит в Сиэтле, в больших городах. Нет, критика не поможет. Нужно смотреть не на плоды, не на цветочки, не на плоды, которые уже в верхушке. Нужно смотреть в рутс, в корни. Итак, молясь, размышляя о нашей ситуации, Дух Святой указал мне на шестую главу книги Судей. Мы не будем ее читать всю. Она достаточно длинная, и здесь 40 стихов. Но мы будем читать фрагментально. Итак, первый стих шестой главы. «Сыны Израилевы стали опять делать зло пред очами Господа, и предал их Господь в руки Мадеонитян на семь лет». Давайте оставим нас, нашу эпоху, Америку. Давайте возвратимся приблизительно на три, на три с половиной тысячи лет назад. Израиль, Божий народ, народ, который глубоко знал Господа, жил когда-то в Египте. Бог их вывел из Египта. Бог на протяжении сорока лет являл сильные чудеса, которых неслыхано было до этого. Но пришли евреи в свою землю. В землю обетованную их ввел Иисус Навин. Если вы будете читать книгу Иисуса Навина, которая идет перед книгой Судей, то книга Иисуса Навина – это книга завоеваний и побед. Книга завоеваний и побед. Книга большой Божьей славы. Но когда Иисус Навин умер, Библия говорит, пришел новый род, который не знал Бога, а может, не захотел знать Бога. И написано в шестой главе. «Сыны Израилевы стали опять делать зло пред очами Господа. И предал Господь их в руки Мадеонитян на семь лет». Мадеонитяне – это враги, которые жили недалеко. Они пришли, завладели. И тяжела была рука Мадеонитян над евреями. Друзья, то, что произошло с Израилем, это не было Божье наказание. Бог позволил на семь лет Мадеонитянам прийти не для того, чтобы Израиля наказать, а для того, чтобы Израиля не погубить. Потому что если грешника не останавливать, то грешника убьет самого же его же личный грех. Поэтому Бог посылает вот этих врагов, чтобы они смирили Израиля, и чтобы Израиль начал как-то реагировать по-другому на свою жизнь. Итак, моя проповедь. Я ее назвал очень простым названием. Она называется «Предпосылки Божьим действиям». Исследуя книгу «Судей» 6 главу, я обнаружил 6 действий, которые нужны. 6 действий. Итак, сегодня мы рассмотрим только, наверное, 4. Сколько успеем? Потому что наш первый поток, он намного короче, чем предыдущие наши потоки, которые были когда-то. Итак, предпосылки. То есть, другими словами, что идет впереди Божьих действий? Когда евреи когда-то вот 3,5 тысячи лет назад попали в плен, что нужно было сделать евреям, чтобы былая слава, былые чудеса и былое присутствие Божьего Духа для народа возвратилось? Что нужно? Что нужно сегодня Америке? Чтобы то, что имели наши деды и прадеды 100 лет назад, 50 лет назад, 70 лет назад, 30 лет назад, кто из Советского Союза? Что нужно сегодня сделать нам? Мы иногда думаем, пробуждение или Америку к Богу должен возвратить Трамп или политики. Друзья, пробуждение в Америку должно прийти не через политику, не через Белый дом. Пробуждение должно прийти через церковь. Но прежде чем Америка будет охвачена огнем пробуждения, церковь должна пробудиться. Сегодня проблема не где-то. Сегодня грех проникает внутрь церкви, не только в Белый дом, не только в Олимпию, не только где-то там. Сегодня нужно пробуждение нам, христианам, в каждый дом, в каждое сердце. Итак, вот то, что сегодня Андрей говорил, неделя, где-то споткнулся, где-то обидел, где-то подрезал, где-то разгневался, где-то что-то не так. И потом воскресенье, и как-то и дерзновения нет, и все поют, what a beautiful name is this, а у кого-то не поется. Почему? Потому что человек драйфует от Бога, он удаляется. Бог хочет, чтобы мы приближались. Итак, сегодня, Сиэтл Беттани, что нам нужно, чтобы возвратить то, что должна иметь церковь, и что церковь когда-то имела? Четыре вещи я хочу сегодня показать на шестой главе. Первое. Первое. С чего все началось? Написано, они удалились от Господа, Бог на них посылает врагов. Второй стих. Тяжела была рука мадьянитян над Израилем. И шестой стих. И весьма обнищал Израиль от мадьянитян. И воззапили сыны Израилевы Господа. Сегодня церкви могут похвалиться зданиями, не все, но многие могут похвалиться зданиями, прожекторами, музыкой, финансами, еще чем-то. Но обнищал Израиль, обнищала церковь. Сегодня так бы хотелось бы, чтобы было на церкви то, что когда-то церковь имела. Что было на Петре, что было на Павле, что было на ранних христианах, что было на наших отцах 40 лет назад. Америке нужна не просто Christian population. Америке нужна церковь, помазанная Духом Святым и силой Божьей обличенная. Но что для этого нужно? Для этого нужно то сделать, что сделали евреи в шестой главе. Когда они увидели, что они обнищали, что они начали делать? Они, Библия говорит, и возопили сыны Израилевы Господу. Все начинается с вопля. Друзья, вопль это не просто шепот, это не просто тихенькая молитва, это не просто Господи, if you want to, you can do it, if you like it, if you... Но вопль это крик, это как тот человек, который сидел слепой при дороге, ему рот закрывали, он кричал, помилуй меня, сын Давидов. Другие заставляли его молчать, но он еще больше кричал, сын Давидов, помилуй меня. Братья и сестры, если мы хотим, чтобы Божья слава явилась на наших детях, чтобы Божья слава явилась на нас и на церкви нашей, нам нужно вопиять к Богу, все начинается в Азапилии. Бог в древности, патриарху Якову говорит, твои дети и вы уйдете в Египет. Но не бойся, ты приложишься там к отцам твоим, в покое, в старости, но пройдут 400 лет, и я выведу твое потомство. Проходит 350 лет, 400 лет, а Бог не выводит. Прошло 430 лет, когда Бог вывел Израиля. А почему Бог раньше не выводил? Написано, что когда подошло уже время выходить, перед этим евреям было хорошо в Израиле. Мы живем, у нас Гесем, у нас сады, у нас поля, у нас города, у нас все есть. Но Богу нужно было вывести израильский народ из Египта. И Бог дает, меняет царя. И делает такие обстоятельства, что израильскому обществу стало тесно в Израиле. И написано, и возопили сыны Израилевы Господу. И когда возопили, поднял Бог им Моисея. Друзья, Бог отвечает на вопль. Будет вопль, будет семья вопиять, будет церковь вопиять. Бог будет действовать. Бога такое сердце. Он не может проходить стороной у людей, которые искренне молятся. У тебя проблемы в семье? У меня вопрос, а что ты делал, чтобы проблема решилась? Просто ожидаешь, что она сама как-то решится? Или ты бежишь по всей молитве к лицу Господню и говоришь, Боже, я так просто не сдамся. За жену, за дочерей, за сыновей я буду вопиять до тех пор, да покуда небесные врата не откроются, и моя молитва не придет к лицу Господню. Бог ожидает вопля. Братья и сестры, церковь, лидеры церкви, пастыри церкви, лидеры ячеек, отцы, матери. Бог хочет посетить Бетани, но Бог ожидает нашего вопля. Если мы возопием, как евреи, Бог написано, услышал их. И когда мы возопили сыны Израилевы, Господу, 7 стих, послал Господь пророка к сынам Израилевым. Дальше идет речь пророка, а после пророка приходит 11 стих, и пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, и призвал Гедеона, и дальше идет речь ангела с Гедеоном, 12 стих. «Явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобой, муж сильный». Гедеон сказал ему ангелу, «Господин мой, есть ли Господь с нами? Отчего постигло нас все это? Где все чудеса Его, о которых нам рассказывали отцы наши? Говоря, из Египта вывел нас Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки маденитян». Итак, второе, что здесь показывает нам Библия, что нужно сделать, это уже действие самого Гедеона. Если первое, это было действие всего Израиля, возопил Израиль, и на вопль Бог начинает отвечать, то второе, что здесь происходит, это действие одного конкретно личного человека, конкретной личности. Что же он делает? Он приходит пред лицо Господне честно. Вот очень важно, чтобы каждый из нас был честный с Богом. Что делает Гедеон? К Гедеону приходит ангел и говорит, «Господь с тобою, Виктор». А Гедеон говорит, «Ну если Господь с нами, что-то неправильно. Есть ли такой Бог великий, который был с Моисеем, с Иисусом Наминым? Есть ли этот Бог, который когда-то солнце останавливал? Есть ли этот Бог, который на одну часть земли направил тьму, а другая была под светом? Есть ли этот Бог, который ни одного человека, даже животное в Израиле не пало мертвым от этой болезни? За забором египтян животные умирали, а у евреев оставались. Это был великий, сильный Бог. Если этот Бог сегодня с нами, то чего мы так живем плохо? Где все обетования и чудеса, о которых нам рассказывали наши отцы? Где сегодня вся та слава? Знаете, я читал эти строки, думаю, вот какой смелый и честный человек. Он понимает, что что-то не так. Если Бог с нами, то этот Бог может делать больше, чем то, что Он делает. И Гедеон говорит, я думаю, здесь в этом тексте Гедеон, конечно, не все мог понять. Он был всего лишь человек. Мне кажется, он делает здесь ошибку. Он говорит, Бог оставил нас. Но, друзья, не Бог оставил Израиля. Израиль оставил Господа. Бог никогда Израиля не оставлял. И скажу вам, как пастор, не оставит Бог Израиля. Израиль прошел через Холокост. Его уничтожали в лагерях, расстреливали, уничтожали. Хотели уничтожить полностью, но Бог Израиля не оставит и не оставлял. Иногда Израиль оставлял Бога. Точно так же, братья и сестры, Бог не оставит и церкви. Но иногда церковь отворачивается от Бога. Иногда церковь поворачивается, идет к суете, к роскоши, отдых, шик, только блеск, вот сейчас пожить. А о Боге, о вечности при пенсии подумаем. Друзья, нам нужно, как церкви, возвратиться к нашему Богу. Бог церкви не оставлял. Но иногда церковь оставляет Бога. Бог тебя, твою семью не оставлял. Но у меня вопрос, а не оставила ли твоя семья Господа? А может быть, нам нужно, как Гедеону, осознать, что что-то неправильно, что-то не так. Так, есть ли Бог с нами? Есть ли точно тот же Бог, который был с Иисусом Навиным, сегодня с нами? Почему у нас не так, как когда-то? Почему Бог этот не действует, как действовал когда-то? Почему? И этот посланец Божий отвечает на этот вопрос. Так, что бы я хотел бы здесь подметить? Гедеон честным стоит пред лицом небожителя. Я хочу, друзья, сегодня предложить всем нам, вот через каких-то 20 минут мы будем молиться. Когда мы склонимся, я хочу попросить жены, мужья, мужчины, дети, подростки, все давайте честными будем с Богом. Ну, это очень глупо, стоять на ладони у Творца, Он о нас все знает, а мы думаем, что мы спрятались. Это все равно, что Адам спрятался за кустикой и сидит там, а Бог говорит, Адам, где ты? Ну, это же бессмысленно. Ты думаешь, что Бог через кусты не видит, что листья тебя закрыли. Бог все знает. Давид эту мысль понял, говорит, я даже если на зарю переселюсь, там ты, я возьму, может быть, какие-то омундирования, опущусь на дно моря, и там ты, куда бы я ни пошел, на свет или во тьму. И даже тьма перед тобою, как свет. Друзья, невозможно от Бога скрыться, поэтому я призываю второе, сделать то, что сделал Гедеон, быть честными в молитве. Когда мы будем вопиять к Богу, давайте будем честны. Давайте скажем, Боже, то, что я сегодня имею, это результат моего греха, который я сделал 10, 20, 30 лет назад. Я помню, когда я согрешил, я помню мою первую ссору, я помню нераскаянный мой грех, я помню алкоголь, я помню наркотик, может, кто-то в блуд упал, что бы это ни было, если мы честны и на свет выносим пред лицо Господа наши грехи, он верен и праведен, просит согрешения народа своего. Бог пришел не погубить Израиля, Бог пришел спасать, но Бог хотел честности, и когда люди обратились в вопле, и второе, честно обратились к Богу, Бог снял эту вину и возвратился к этому народу. Давайте посмотрим третье, что очень важно. 25 стих, перед этим там был целый разговор ангела Божьего и Гедеона, но в 25 стихе, смотрите, как написано, Бог говорит, «В ту ночь сказал ему», то есть Гедеону Господь, «Возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца, семилетнего, разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем». Я думаю, что Гедеону было легко бы разрушить, искоренить, уничтожить, исправить, если бы этот Ваала в жертвенниках стоял где-то у кого-то. Нам легко исправлять ошибки в других семьях, в другом родстве, в другой церкви. Мы даже говорим, как другая церковь то или то делает. Нам легко исправлять, советовать и корректировать у других. Но Бог говорит, «Гедеон, этот Ваал стоит не у соседа через 30 огородов, этот Ваал у тебя в дома, который у отца твоего. А чью пшеницу ты выколачиваешь?» Он выколачивал пшеницу отца. То есть Гедеон жил в этом доме, в доме своего отца. Это был ихний дом, это был ихний бэкьярд, это был ихний огород. И вот там стоял этот идол. Друзья, иногда идолы появляются в нашу жизнь, в наши огороды, в наши дома, а мы даже их не замечаем. Очень часто идолы приходят немгновенно, не так вот, вот сразу вчера так, любил Господа, а сегодня уже прилепился к идолу. Даже Соломон, он не сразу отвернулся от Бога и прилепился к идолам и начал поклоняться их. Написано, к старости Соломонова. Прошли годы, и, братья и сестры, я никого не хочу упрекнуть, я смотрю сейчас в мое сердце. Не прилепилось ли за годы, Василий, твое сердце, медленно, медленно, отворачиваясь от Бога каким-то идолом. А что может быть идол? Да, идолом может быть тысячи. Это может быть хорошая фигура. Да нужно заниматься спортом. И если у вас есть возможность от пола отжиматься, делайте. Если вы можете бегать, делайте. Если вы можете идти на какие-то там поле, побегать, майл, десять майлов, делайте это, если скеджул позволяет. Но когда люди делают из тела идол, приходит лето, и мне же нужно будет выйти на лейк, и мне, чтобы выйти на лейк, чтобы все сказали, вау, шесть кубиков, а не один, да? И вот я так, да, все, я уже протеины ем, все это делаю. Что я делаю? Я не о здоровье забочусь. Я забочусь, чтобы другие мужчины, или там, если это женщина, или наоборот, женщины о мужчине сказали, вау, какой он спортивный. Друзья, это идол. Это идол. Если ты заботишься о здоровье, чтобы иметь здоровье, благослови тебя Господь. Но если мотив неправильный, твое тело идолом стало, точно так же дом. Дом, конечно, может быть большим, особенно если семья большая. И я уже замечаю, у нас четверо девочек, и одно дело было иметь дом, когда у тебя три комнатки, и детки маленькие в корситах. Но детки подрастают, и хотят private room себе, пускай небольшой, но private. И я понимаю, что если кому-то Бог дал большой дом, благодари за это Бога, но мотив, почему ты приобрел этот дом, почему ты приобрел новую машину, почему ты приобрел галстук, почему приобрел одежду. Точно так же образование. Почему ты хочешь быть образованным, чтобы через образование Бога прославить, или сказать, какой я крутой, какой у меня IQ, я выше от моих ровесников. Друзья, любую вещь можно сделать, хорошую вещь сделать идолом. И евреи незаметно от Бога повернулись к идолам, и начали идолам служить, и даже не думали, что ваалы у них на Бекьярдах. И у меня вопрос сегодня к нам, церковь, не отвернулись ли мы, иммигранты, за 30 лет прожив в Америке, не отвернулись ли мы от Бога, и не вспоминаем ли мы Бога только в воскресенье, а с понедельника по субботу чем живем? А может быть уже идолам поклоняемся, и колеса в машине начищиваем, этой ваксой мажем, потому что у меня, скажем, ну вот, скажем, Лексус, и он должен там весь блестеть. Может быть, это уже не средство передвижения, это не колесница, которая от дома до церкви меня доставляет. Может быть, туда уже мое сердце прилепилось, и я уже живу этим. Братья и сестры, когда мы склоним колени, давайте мы все будем вопиять, давайте будем честны, и давайте скажем, Дух Святой, покажи, где, в какой кладовке, в какой комнате, в каком шкафчике, в каком гараже, на каком бэкьярде этот идол находится. Я хочу выкинуть этого идола, но я хочу, чтобы слава Твоя явилась, как дни древние, как дни отцов наших. Четвертое, что делает Гедеон, или Бог говорит ему сделать. В 25 стихе Бог говорит, разрушь жертвенник, а в 26 стихе Бог говорит, поставь жертвенник Господу, Богу Твоему, на вершине скалы сей. Друзья, невозможно разрушать, невозможно разрушить, ничем не заменив. Свято место, пусто не бывает. Есть люди, которые говорят, вот я больше наркотик не буду делать. Если наркотик приносил раньше удовольствие, и теперь человек откажется от этого удовольствия, а к Богу не приблизиться, то он будет искать где-то удовольствие, и он рано или поздно к наркотикам возвратится, потому что без удовольствия он не может жить. Человек может отказаться от одного, заменим чем-то лучшим. Почему христиане, настоящие христиане, могут служить Богу, не желая этих мирских? Потому что Бог компенсирует все остальные удовольствия. Если человек отказался от чего-то греховного, а святым не заменил, рано или поздно он возвратится туда же. Бог говорит, разруй жертвенник Ваала, но этот жертвенник или это место, на котором этот жертвенник стоял, он не должен остаться пустым. Там на том же месте, наверху горы, на скале, на самом высоком месте должен стоять другой, не Ваалов жертвенник, а жертвенник живому Господу. И когда Гедеон так сделал, во-первых, они вопияли, Гедеон честным был с Богом. Он разрушает этот жертвенник Ваалу. И наверху, вместо этого жертвенника, он ставит жертвенник Господу Богу. Друзья, жертва – это не то, что мне не нужно. Вот мы иногда говорим, у нас будет пожертвование. Что такое пожертвование? То есть я буду что-то жертвовать. Жертва – это не то, что возьмите из моего кармана на то, что мне мешает. Ну, просто мешает мне. Нет, жертва – это всегда что-то то, я отдаю что-то то, что бы мне самому хотелось бы. Вот я был такой голоден, мне захотелось айскрим. И я взял, купил айскрим. Подходит Ребекка и говорит, «Тату, я хочу». И как вы думаете, что я сделал? Я его пожертвовал. Вы думаете, мне не хотелось? Не хотелось. Друзья, жертва – это когда мы что-то отдаем Богу, не то, что на «на тоби Боже, шуманины Гоже». Это когда я отдаю Богу то, что мне хотелось бы. Друзья, жертва и жертвенник, или лучше сказать, жертвенник и жертва – это определенное что-то, что я отдаю, отрываю от себя и даю, даю ему. Это утром, когда мне хочется спать. Но я же на жертвенник ложу 20-30 час моего времени. Я говорю, «Господи, вот этот жертвенник и вот этот час, я жертвую его для Тебя. Я буду читать, молиться, вникать в Твое слово. Это будет моя утренняя жертва». Или наоборот, жертва вечерняя. И таких жертв можно много. Друзья, я к чему? Я хотел бы, чтобы мы поняли бесплатного, бесплатного. Ну, мы как-то привыкли, все по благодати, Бог за нас, все. Но Бог хочет, чтобы мы возвратились, возвратились к тому, чтобы разрушать жертвенники, которые, которые воруют у нас что-то. Жертвенники Вааловы. А ведь жертвенники Вааловы тоже много чего берут от нас. Вы думаете, нет? О, много они берут. Более того, жертвенник Ваалов, он легко себя предлагает, но он забирает у того, кем он владеет, очень много. Когда-то в другой раз мы об этом поговорим. Итак, Бог говорит, на место Ваалового, поставь жертвенник Господу, принеси на этом жертвеннике семилетнего тельца. Семь лет вы в рабстве, принеси семилетнего тельца. Принеси. Подумайте, семилетний бык. Кто из нас из Советского Союза? Это не просто ягненка принеси, вот там бегает какой-то там, да, чтобы он не мешал, дайте его сюда, вот, на жертву. Семилетнего бычка. Это огромнейший, это, я не знаю, он может быть больше тонны весил. А Бог говорит, да, да, тебе не должно быть его жалко. Вот в тот день он родился, этот бычок, он родился, когда враги напали. Вот сколько напали, вот столько ты должен и пожертвовать. Вот принеси, огромную жертву принеси и сожги его на этом жертвеннике. И Гедеону ничего не жалко для Бога. Он разрушает жертвенник Ваала, строит ночью, потому что ему было страшновато, и он строит Господу жертвенник, ложит это огромное животное и все это сжигает. И он говорит, Боже, это по слову Твоему и это для Тебя. И знаете что? Когда Бог увидел, что Гедеон это сделал, написано 34 стих, посмотрите, это же глава, 34 стих. И Дух Господен объял Гедеона. Результат. Дух Господен объял Гедеона. Друзья, мы бы хотели бы, чтобы Дух Господен объял и нас, но очень часто мы хотим начинать с конца. Мы приходим и говорим, Боже, сойди, Боже, объем ли нас? А Бог говорит, я хочу вопля. Бог говорит, а я хочу честности. Бог говорит, а я хочу, чтобы разрушались идольские жертвенники. Бог говорит, а я хочу, чтобы созидались настоящие богобоязненные жертвенники. По вторникам, по утрам, по понедельникам, ночные молитвы, по домам. Братья и сестры, я сейчас хочу одной минуткой обратиться только к мужчинам. Мужчины, у меня вопрос ко всем нам. Когда последний раз мы собирали нашу семью утром или вечером, если не получается в будние дни, хотя бы в субботу, собирались и говорили, дети, у нас один час будет размышление над Библией и будет молитва. Я хочу, чтобы раз в неделю вся семья, это наш жертвенник, это закон. Вот бреквест мы кушаем вместе, и один час беседуем и молимся, это наш жертвенник. Мужчины, когда мы это делали? Мы хотим, чтобы Бог излил свое помазание, мы хотим, чтобы Америка пробудилась, но пробуждение начинается с меня, с моей семьи, с нашей церкви. Итак, я призываю сегодня нас в молитве. Если же мы хотим, чтобы Бог остановил пандемию, если мы хотим, чтобы Бог изменил эту ситуацию, чтобы анархия не пришла к власти, чтобы эти погромы не разрушили Америку, чтобы Бог гнев свой сменил на милость, чтобы Бог благословил эту землю, чтобы, ну скажем, богословским языком сказать, чтобы пробуждение пришло в Америку, нужно искать его в своем сердце. Пробуждение должно начаться с каждого из нас. А что для этого нужно? Вопль, честный разговор, разрушить жертвенник Ваалу, поставить жертвенник Господа и сказать, Господи, я все сделал по слову, а теперь излей Духа Твоего, как на Гедеона. И то, что пережил Гедеон, написано, и почил на нем Дух, Дух Божий объял Гедеона. И Гедеон с маленькой, небольшой горсточкой людей, с маленькой армией сделал то, что не могли сделать весь Израиль вместе взятым. Итак, друзья, я верю, что когда приходит Дух Божий, нашим детям будет легче сориентироваться в этом поколении, что им надо делать. Им легче будет в школах, колледжах, они будут исполнены Духа Святого. И мы, как родители, будем более спокойны за наших детей. Мы знаем, наши дети пережили встречу со Христом. Они рожены свыше, они крещены и наполнены Духом Святым. Бог дал для них призвание. Я буду молиться, но я спокоен, потому что мой сын, моя дочь, они знают голос живого Бога. Мы не только им рубашку христианскую одели, мы не только им прическу одели, мы им дали самое главное, или лучше сказать, Бог им дал самое главное. Он наполнил их спасением и Духом Святым. Но для этого нужно вопль, честность, разрушать идольское, ставить Господне, и только после того Дух Господень приходит и наполняет. Давайте склонимся, будем молиться. Спасибо. Спасибо. Спасибо.